США предупреждают, что «Вагнер» может передать «Хизболле» оружие, СМИ. Американская разведка сообщает, что частная военная компания «Вагнера» может передать боевикам из «Хизболлы» систему ПВО, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на The Wall Street Journal. Американские официальные лица следят за переговорами между «вагнеровцами» и ливанскими боевиками, поддерживающими Хамас по поставке системы СА-22, разведка отмечает, что ПВО еще не было доставлено в Ливан, но отметили, что часть персонала «Хизболлы» и «Вагнера» дислоцирована в Сирии. Система СА-22, также известная в России как «Панцирь-С-1» это зенитно-ракетный комплекс российского производства, установленный на грузовике, нападение Хамас на Израиль и угроза от «Хизболлы». Напомним, 7 октября боевики Хамас вторглись в населенные пункты Израиля со стороны сектора Газа. Они убивали и угоняли военных и местных жителей. Некоторые видео своих зверств террористы публиковали в соцсетях, в ответ Израиль приступил к операции против боевиков, военные Цахал уже ударили по местам их дислокации в секторе Газа. 14 октября Иерусалим заявил о ликвидации верхушки террористов, руководивших нападением. Отметим, что Ливанская «Хизболла» с самого начала конфликта активно поддерживает действия Хамаса. Также боевики «Хизболлы» уже обстреливали территорию Израиля. Цахал нанес ответные удары. 13 октября заместитель лидера «Хизболлы» заявил, что группировка якобы готова присоединиться к войне боевиков Хамас против Израиля. Позже Центр национального сопротивления сообщал, что инструкторы российской частной военной компании «Вагнер» были отправлены из Беларуси в Сирию для участия в тренировке боевиков ливанской группировки «Хизболла». Подробнее о том, что происходит в Израиле и как на войну могут повлиять страны Ближнего Востока, читайте в материале РБК «Украина». Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК «Украина» в Телеграм.